Приветствую всех дорогие друзья, на связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. Вот уже совсем скоро мы увидим дальнейшее развитие архитектуры Zen и процессоров Ryzen. В честь этого события предлагаю вам вернуться в прошлое и посмотреть какой путь пришлось пройти компанией AMD чтобы добиться такой производительности своих процессоров. Ну а перед тем как мы начнем не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Как мы знаем любая компания не начинается с продукта, за любым продуктом стоят люди объединенные единой целью. Идея основать компанию AMD, аббревиатура которой расшифровывается как Advanced Micro Devices, пришла восьми выходцам из компании Firechild Semiconductor. На тот момент политика полупроводникового гиганта Firechild не устраивала многих молодых инженеров, которые видели огромный потенциал технологий, но были скованы в разработках. Поэтому 7 амбициозных инженеров и на тот момент директор по маркетингу в Firechild Semiconductor Джереми Сандерс решили основать свою компанию, чтобы изучать новые сегменты растущего полупроводникового рынка. На большую роль в основании компании AMD отводят именно Джереми Сандерсу. Ведь помимо отличных знаний в маркетинге и управлении командой, он еще и достаточно грамотный инженер, который говорил с командой на одном языке. Более того, одна из его известных фраз гласит, что люди во главе всего, а продукты и прибыль будут следовать за ними. И она действительно дает понять, что Сандерс понимал важность кадров. Компания AMD была зарегистрирована 1 мая 1969 года в Саннивейле, Калифорния. Стартовый капитал компании был ничтожно мал и составлял всего 100 тысяч долларов. Однако компании требовалась внушительная сумма – около полутора миллионов. Но в те времена инвесторы с большой опаской относились к этой отрасли и для сбора необходимой суммы пришлось обойти далеко не одного инвестора. Любопытный факт в том, что одним из первых инвесторов для AMD стал Роберт Нойс, который на тот момент уже был главой компании Intel. Молодой компанией нельзя было тянуть с выходом своей продукции и уже в ноябре 1969 года был представлен первый продукт. И это был далеко не микропроцессор, ведь в то время вообще еще не было микропроцессоров. Им стал 4-битный регистровый чип AM9300. Продукт же полностью собственной разработки был представлен только в 1970 году и представлял собой первый двоичный логический счетчик AM2501. И благодаря уникальности решения и доступности он стал коммерчески успешен для компании. Далее компания AMD помимо собственных разработок начинает выпускать микропроцессоры Intel под своим названием. И одним из первых доступных микропроцессоров от AMD становится AM9080. Это был аналог Intel 8008, который кстати поначалу выпускался без лицензирования Intel. Но совсем скоро Intel без препятствий подписали соглашение о лицензировании. В целом говорить, что AM9080 является полным клоном Intel 8008 нельзя, ведь инженерам удалось при небольших модификациях значительно повысить производительность, но при этом поставлять свой продукт еще и дешевле. Компания AMD с самого начала существования тщательно следит за качеством своей продукции и уже в 1976 году стала единственной компанией по производству интегральных схем, получившей сертификат качества военного и космического класса. В дальнейшие годы AMD в большинстве своем выпускала микропроцессоры по лицензии Intel, опять же со своими доработками и более производительные, чем конкурентные решения. За это время на рынке стойко складывается впечатление о продуктах AMD, в том, что они являются аналогами решений от Intel, но более производительные и радуют меньшей ценой. Время смелых решений как для AMD, так и для Intel пришлось на середину 90-х годов, когда в продажу уже поступил тот самый Pentium, а AMD заканчивала работу над процессором полностью собственной разработки. И вот в 1996 году был представлен процессор AMD K5, основанный на риск архитектуре и совместимый с инструкциями x86. Процессор выпускался в ранних вариантах по 500-нм техпроцессу, а позднее по 350 нм. У AMD K5 возникли две проблемы, которые не позволили захватить рынок. Первой заключалась в проблемах производства, и процессоры не смогли работать на изначально запланированных частотах. А вторая проблема заключалась, как ни странно, в собственной архитектуре, поскольку софт уже в то время включал ряд ошибок, которые процессоры Intel могли игнорировать, пропуская такты, а AMD K5 возвращал действие с ошибкой. Впрочем, для первого процессора собственной разработки AMD K5 можно считать удачным. Опять же, он при меньших тактовых частотах показывал производительность выше, чем решение конкурента, и что важно, стоил дешевле. В 1996 году AMD приобретает молодую компанию NextGen, которая успешно работала над разработкой микропроцессоров. И в 1997 году выпускает процессор AMD K6. Процессоры AMD K6 составили уже куда большую конкуренцию решениям от Intel, имея значительно больший кэш, а в поздних модификациях получили и набор инструкций 3D Now, позволяющий показать более высокую производительность при обработке мультимедийных данных. Но уже через 3 года компания добилась действительно огромного успеха. Пожалуй, одним из ключевых процессоров для AMD стал Athlon, выпущенный в 1999 году, под громким лозунгом, что это самый мощный x86 процессор. Впрочем, компания не врала, и Athlon превосходил по производительности любые решения от Intel. Помимо архитектурных улучшений, AMD Athlon получил и технические улучшения. К примеру, при производстве процессоров впервые была использована медь, а не алюминий. В 2000 году компания безоговорочно побеждает в погоне за ГГц и представляет AMD Athlon 1000, ну а Intel смогла преодолеть этот рубеж только спустя год. Дальнейшее развитие AMD Athlon в 2001 году ушло в две линейки. Athlon MP были процессоры, предназначенные для многосокетных конфигураций и Athlon XP для домашних ПК. А уже в 2003 году AMD представила первые процессоры с архитектурой x86, поддерживающие 64-битные наборы инструкций. Ими стали Athlon 64 и серверные Apteron. Это можно назвать еще одной победой AMD, поскольку за год до этого компания Intel представляла процессоры Itanium, поддерживающие 64-битные наборы инструкций. Но они были несовместимы с набором команды x86 и продавались и так крайне плохо. Ну а после релиза Athlon 64 и вовсе Itanium остались только на серверном рынке и только для определенного рода вычислений. В 2004 году AMD почивает на лаврах своей новой архитектуры. Платформа AMD64 завоевала одинаковое уважение как пользователей Windows, так и Linux. К февралю более тысячи разработчиков компьютерного железа и программного обеспечения признают преимущество AMD64 над старыми 32-битными платформами. А AMD Opteron используется почти в половине серверов компаний, вошедших в первую сотню экономически успешных в 2004 году. К августу 2004 года относится следующая важная веха в истории компании и всего компьютерного рынка в целом. Появляется первый в мире двухъядерный процессор Opteron, а его запуск в серию планируется на середину 2005 года. Сам же 2005 год AMD считают едва ли не самым удачным за всю историю компании. В феврале версии 852 и 252 Opteron для рабочих станций по результатам тестов и отзывов пользователей становятся самыми мощными в мире. В них используются инструкции SSE3 и шиногипертранспорт, что значительно ускоряет скорость вычислений. В марте Американская ассоциация защиты природы награждает AMD за их технологию Cool & Quiet, которая позволяет значительно уменьшить энергопотребление процессоров. Тем временем, Turion 64 становится самым удачным процессором для мобильных устройств. В апреле в серию идет первый 64-битный многоядерный процессор на базе Opteron, а в мае появляется AMD Athlon 64X2 – мощнейшее решение для домашних и особенно игровых систем. В январе 2006 года на рынке появляется AMD Athlon 64 FX60 – мощнейший процессор для энтузиастов компьютерных игр и людей, работающих с трехмерной графикой. И чуть позже на рынок приходит AMD Turion 64X2 – двухъядерная версия Turion, которая идеально подходит для использования в плоских ноутбуках. Следующим важным событием, помимо выхода двухъядерных процессоров, стал релиз в 2007 году AMD Phenom на архитектуре 10-го поколения. Одним из главных инженерных решений в AMD Phenom было размещение четырех физических ядер на одном кристалле. В дальнейшие годы успехи конкурента на процессорном рынке приводят к падению прибыли AMD, и компании ничего не остается делать, как в 2009 году продавать свои заводы. Сначала оставив себе небольшую долю их акций, а потом и вовсе продав их Global Foundries. Также в 2009 году с переходом на новый Socket AM3 процессоры AMD обзавелись поддержкой памяти DDR3, что позволило установить на материнскую плату до 16 ГБ ОЗУ. А уже 26 апреля 2010 года AMD выпускает первые шестиядерные процессоры для настольных ПК – Phenom 2 и X6, совместимые с платформами Socket AM2 Plus и Socket AM3. Это были конкуренты синим Core i3 и Core i5, которые однозначно сколыхнули рынок в те года. В октябре 2011 года AMD представила преемника архитектуры Phenom под кодовым названием Bulldozer. Чтобы обогнать процессоры Intel Sandy Bridge, AMD попытались использовать много ядер и высокую тактовую частоту. Но первый микрочип Bulldozer под кодовым названием Zombezi даже не смог достойно обойти старый Phenom 2X6, не говоря уже о Sandy Bridge. Проблема частично связана с использованием многоядерного модуля, содержащего два целочисленных ядра и один FPU. Двум целочисленным модулям приходилось делить ресурсы одного FPU, в результате чего в конвейере могли возникнуть остановки. Новые процессоры также критиковали за высокое энергопотребление и слишком высокую рабочую температуру, хотя наблюдалось это в основном при прямом сравнении Bulldozer и Sandy Bridge. В следующем году AMD применила обновленную архитектуру Piledriver в семейство процессоров FX, заменив тем самым Zombezi на Veshera. Это привнесло определенные плюсы в приросте частоты, но также слабо могло конкурировать с решениями Intel. Однако потенциал этих процессоров все же раскрылся, правда не тогда, когда нужно. Дальше AMD долгое время выпускает как дестопные, так и мобильные процессоры APU. И только в конце 2016 года AMD представляет процессоры на новой архитектуре Zen, которая становится доступной в продаже в феврале 2017. А самым мощным процессором в линейке становится Ryzen 7 1800X, обладающий 8 ядрами и 16 потоками. В марте 2017 года AMD анонсирует свою новую платформу с мощнейшим процессором, которым становится Ryzen Threadripper 1950X, включающий 16 ядер и 32 потока. В июне 2017 года AMD возвращается и на серверный рынок и начинает поставки процессоров EPIC до 32 ядер и 64 потоков на один сокет. Таким образом, AMD EPIC представляет собой мощнейшую вычислительную платформу. 2018 год обозначился выходом рефрешей уже представленных решений. И наибольшие изменения произошли только в линейке Ryzen Threadripper, когда эти процессоры получили до 32 ядер. Сама же архитектура Zen Plus принесла лучшую работу с оперативной памятью и более высокие частоты, но по сути являлась не сильно каким-то значимым переосмыслением архитектуры. И вот уже в 2019 году AMD продолжает дорабатывать свою архитектуру и показывает миру Zen 2. На основе этой архитектуры были выпущены процессоры Ryzen 3000 по передовой технологической норме 7 нанометров. Новые процессоры принесли заметное увеличение производительности, более быструю работу с памятью и по праву заняли свои позиции на рынке, тем самым все больше догоняя и в некоторых задачах обгоняя решение Intel. И вот настало время дальнейшего развития архитектуры. AMD решила не останавливаться на достигнутом и выпустить в этом году Zen 3. Ожидается, что эти процессоры получат цельные восьмиядерные блоки и рекордные частоты, а делители Infinity Fabric позволят еще быстрее работать с оперативной памятью. Про новые процессоры и про их особенности я обязательно вам расскажу сразу же после их выхода. Ну а на этом история компании длиной в 51 год подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.